Дорогие слушатели, предлагаю вашему вниманию одну интересную историю Мезоамериканское предание о сотворении мира Вначале все было великой пустотой, где не было ни времени, ни пространства В этой великой пустоте существовало божество Оменте Кохтли, Оменте Сиотли Которое заключало в себе одновременно мужское и женское добро и зло, тепло и холод, хаос и порядок Об этом двойном боге, господи и госпоже Изобилия, известно, что оно обитало на тринадцатом небе Хотя сведений о его рождении нет Это двойственное божество родило четырех сыновей Четыре бога, которые соответствовали каждой из сторон света Эти четыре бога создавали человечество несколько раз В разные эпохи под названием Солнце Каждое из этих солнц, солнце земли, солнце ветра, солнце огня и солнце воды Подошло к концу своей эпохи, уничтожив полностью человечество Кости этих древних человечеств хранились в Миктлане, подземном мире И были материалом для каждой новой попытки создать человечество Более достойное своих богов После четвертого солнца, солнца воды Мир без людей был целиком покрыт первобытным океаном с тихими водами Населенным страшным и гигантским первобытным чудовищем Наполовину крокодилом, наполовину рыбой По имени Сиппактли Боги Кецалькоуты, змей с прекрасными перьями или пернатый змей И его брат из котлепока, дымящее зеркало Решают снова создать человечество Но для этого первое, что нужно им сделать Это сразиться с этим гигантским монстром Чтобы выманить монстра на поверхность Из мрака океанической бездны Бог из котлепока отрезает себе одну ногу И бросает в воду в качестве приманки Монстр Сиппактли приблизился Готовый поглотить свою добычу Но когда он оказался в пределах досягаемости обоих богов Они прыгнули на него и убили Позже они делали от тела Сиппактли надвое И растягивая его, создают небо и землю А чтобы они не соединились снова Ставят по четыре столба, разделяющие их на веки Так появилась каждая из сторон света Первая часть плана выполнена Теперь Кецалькоутль должен спуститься в Миктлан В подземный мир, чтобы получить священные кости первой пары Мужчины и женщины, чтобы создать новое человечество Миктлан-то-Кухтли, бог подземного мира Подвергает его серии испытаний, чтобы он смог взять нужные ему кости Однако Миктлан-то-Кухтли отправляет своих гонцов вырыть яму В которую падает Кецалькоутль и умирает Священные кости разбросаны и сломаны Поскольку Кецалькоутль бог, он воскресает Собирает фрагменты костей и умудряется сбежать из подземного мира в Теотуакан Город богов Затем он собирает все кости мужчины и женщины в сосуд Перемалывает их и смешивает с кровью своего полового органа И из получившейся массы создает снова человечество Как только человечество еще раз появилось Должно было быть создано новое солнце Боги развели огромный костер И выбрали для этого жертвоприношение своих братьев Текусис Текатля и Нана Уатсона Первый был высокомерный, второй смиренный и скромный Текусис Текатлю выпала честь стать солнцем Поэтому ему придется броситься в костер первым Но его трусость не позволяет ему сделать это Тогда его брат Нана Уатсон храбро бросился на его место После чего вышел из огня, превратившись в новое солнце на небесах Текусис Текатль завидует своему брату Теперь превратившемуся в солнце Поэтому в гневе он решает тоже броситься в костер Чтобы стать таким же сияющим солнцем, как и его брат Боги не могли допустить, чтобы на небе было два солнца Поэтому, когда Текусис Текатль поднимался наверх Один из богов поймал пробегавшего мимо кролика и бросил им в него Так сияющее солнце обратилось луной С силуэтом кролика на ее поверхности Который затемнил часть луны Чтобы приглушить ее яркий свет Таким образом, было создано Пятое Солнце Солнцедвижение Науи Олинг Эпоха, в которой мы живем сейчас И в которой будем жить до тех пор Пока боги не решат уничтожить нас за то, что мы недостойны их Субтитры создавал DimaTorzok